Здравствуйте! Это программа «Экономический сектор» и я, и ведущая, Катерина Матвеева. Сегодня поговорим о том, что волнует каждого второго жителя нашего города – проблеме автострахования. Две недели крупнейший страховщик страны Росгострах провел в положении «Дни игры». В это время конкуренты временно устанавливали свои правила. Но об этом чуть позже. Сейчас представляем дальность экономических событий, произошедших на этой неделе. Россияне стали чаще умирать. Об этом заявили участники совещания по демографической политике у премьер-министра Дмитрия Медведева. Несмотря на то, что естественный прирост населения в прошлом году составил около 30 тысяч человек, а продолжительность жизни выросла до 71 года, есть и тревожные тенденции. За первые четыре месяца 2015 года число умерших в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года выросло на 3,7%. А вот показатели инфляции радуют. Впервые с августа прошлого года недельная инфляция оказалась нулевой. Ее сдерживает стабилизация курса рубля и снижение влияния девальвации. Пока экономика идет под курсом стабилизации, в Госдуме взялись за ЖКХ. Коммунальные платежи для квартир без счетчиков воды увеличатся. Каждые полгода квитанция будет расти на 10%. Законопроект принят сразу во втором и третьем чтении. Но есть и хорошие новости для домовладельцев. Теперь трасс под их окнами и тем более домом не будет. Маршруты, по которым можно объехать платные участки автомобильных дорог, будут согласовывать и с местными властями, и с жителями домов вдоль трассы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. О бизнесменах тоже позаботились. Генпрокуратура заведет онлайн-реестр проверок бизнеса. В ближайшее время в стране заработает единый федеральный портал, где собраны все данные о проверках бизнеса. Отныне все контролеры будут как на ладони. Это был краткий обзор экономических событий. А сейчас вернемся к главной теме выпуска. Напомним, 26 мая Центральный банк запретил Росгостраху продавать новые полисы ОСАГО. Но уже 8 июня страховщику вернули лицензию. Эксперты рынка уверяют, страховщика наказали, чтобы другим неповадно было. За прошлый год Росгострах заключил более 18 миллионов договоров. С начала этого года 5,5 миллионов, говорится в сообщении Центробанка. С апреля месяца на компанию поступило 2300 жалоб. Компанию обвиняли в том, что она не дает скидки своим безаварийным клиентам и сознательно занижает размер выплаты. Однако большинство жалоб на подобные несправедливости поступали в Центральной и Западной части России. В Приморье, где Росгострах занимает 50% рынка, тоже были прецеденты. Вы знаете, я думаю, что дыма без огня не бывает. И люди приходили и жаловались. Те, кто попал именно с выплатами в Росгострахе, они приходили, жаловались, просили только не Росгострах. Люди, которые вынуждены были ехать за пределы города Владивостока, и им ничего не оставалось, как выписывать только Росгострах, конечно, они выписывали эту фортуну за 1200 рублей, как несчастный случай, именно произошедший в момент ДТП. То есть, если в других компаниях предлагалось именно от несчастного случая, но она распространялась на все, то есть этот страховой случай влиял на все. Где бы человек ни находился, везде это считалось страховым случаем, то в Росгострахе именно только фортуна авто, только в результате ДТП, если человек пострадал. Ситуацию, связанную с запретом на выдачу полисов ОСАГО, представители Росгостраха комментировать отказались, но заверили, что двери их офисов вновь открыты для всех клиентов. Компания Росгострах в Приморском крае функционирует в штатном режиме. Все услуги по добровольному и обязательным видам страхования осуществляются в полном объеме. Во время остановления лицензии по ОСАГО, большинство клиентов, которые приобретают полисы заблаговременно, они решили дождаться снятия ограничений. Мы благодарны всем нашим клиентам за преданность компании и готовы делом подтвердить, что Росгострах – это не только самая крупная страховая компания в России, но и компания, которая обеспечивает самый наивысший уровень сервиса. По мнению председателя некоммерческого партнерства Лига финансовых институтов Александра Ивашкина, проблема лежит гораздо глубже. У наших потребителей просто нет культуры добровольного страхования, ее еще нужно воспитать. Во всем мире страхование жизни и имущества является наиболее продаваемыми продуктами, а вот обязательно идет прицепом. У нас же наоборот, к тому же на скупости страховщиков давно наживаются аварийные комиссары. Речь идет о повышении страховой культуры населения. Ребята, страховщики, прямо в камеру говорю, повышайте страховую культуру, а не жалуйтесь, что у вас автовладельцы плохо ездят и приносят убытки. Я тоже понимаю, что появился даже на вашем бизнесе, то есть на страховании дополнительный бизнес во Владивостоке. Аварийные комиссары вроде полезная штука, вроде да, успокаивают, чай, кофе наливают, в случае если человек попал в неприятную ситуацию на дороге. Но одновременно эти аварийные комиссары, они дают информацию автоюристам, которые начинают, извините за грубый сленг, разводить и страхователя, и страховую компанию, предъявляя непомерно высокие иски, вводя в заблуждение страхователя. Не только аварийные комиссары оказались в выигрыше от ситуации с РГС. По неофициальным данным, Росгустрах ежедневно терял 250 миллионов рублей клиентских вознаграждений. Они перетекали в кошельки других компаний. Причем некоторые агенты вели себя некрасиво и пытались урезать права автовладельцев. Так некоторые отказывались выписывать ОСАГО на 1-2 месяца. Отметим, что РГС оформляла документы и на 20 дней. Говорят, это лишь потому, что агентам не платят за это комиссионное вознаграждение. Поэтому агент зачем за бесплатно будет работать? А в офисе-то можно прийти и застраховаться. Они не имеют права отказать ни одна страховая компания. Чтобы вывести страхование на более цивилизованный уровень, нужно защищать саму систему. У потребителей должна быть уверенность в том, что в случае чего с их страховками ничего не случится. Здесь регулятором должен выступить опять же Центробанк. Здесь должно вмешаться государство с тем, чтобы как в банках. Банк отозван на лицензию, значит он 1,4 млн возвращает вкладчикам. Здесь, если компанию вдруг отозвали лицензию или с ней что-то случилось, то здесь должна быть система государственного страхования, простите, хранения депозита в государственном органе. И вот сейчас рассматривается, я знаю, некоторыми структурами законодательными такой вот вопрос. То есть все будут взносы, какая-то определенная часть взносов хранится в АСВ, госкорпорации, агентства по страхованию вкладов. Я думаю, это будет полезно для рынка. Нужно учесть во внимание, что страховые компании, так же, как и всех, потряхивают на волнах кризиса. Например, уже сейчас возникла проблема с КАСКО. Так, чтобы застраховать новый автомобиль, владельцу придется раскошелиться на крупную сумму и заплатить минимум 10% от стоимости авто. Страховать же поддержанные машины вообще проблематично. Далеко не все компании за это берутся. Да и стоит такой оберег будет немало, до 25% от стоимости авто. Но изваливать на себя такие риски могут только крупные страховщики, которые, в свою очередь, ни от чего не застрахованы. А вот в банковском секторе немного теплеет. Потребительские кредиты стали дешевле. Так, на днях Сбербанк заявил о снижении процентных ставок на 1,6 пунктов. Если мы посмотрим уже более внимательно на второй квартал, то увидим, что в апреле, начиная с апреля и еще более серьезно в мае, мы уже больше, чем в два раза усилились по потребительскому кредитованию по сравнению с первым кварталом. О чем нам это говорит? О том, что мы практически вернули свои позиции прошлого года в потребительском кредитовании. Другие банки не отстают от конкурентов. Многие снижали ставки на кредиты последние три месяца. Мы видим, что клиенты стали более активнее. Мы видим, что банки стали немного активнее. То есть все это оживилось. Это, конечно, связано и с тем, что ситуация нормализуется. Все-таки и нормализуется на рынке, нормализуется с точки зрения потребностей клиентов, потому что они их не могут откладывать бесконечно. Поэтому в преддверии летних отпусков, конечно, это всегда сезонно поднимается спрос на кредиты. Сейчас взять займ можно под 16,5-19% годовых. Конечно, не всем, а только заемщикам с положительной кредитной историей. Участникам зарплатного проекта, не умеющей иждивенцев и так далее. Для большинства граждан ставки будут выше. Попробуем просчитать. Кредит для 30-летнего трудоспособного мужчины без семьи и детей размером в 300 тысяч рублей сроком на 5 лет Сбербанки выдадут под 17,5%. В ЭТБ-24 ставка будет повыше – 25%. В ПМСОЦБанк еще выше – 29% годовых. И все же экономисты отмечают, люди стали более осторожны и спонтанных покупок практически не совершают. Уменьшится и размер среднего займа со 180 до 150 тысяч рублей. Нужно отметить, наверное, взаимную тенденцию. Здесь и банк более строго подходит к заемщикам, и сами клиенты более трезво оценивают свои финансы, более консервативно подходят к расчету своей личной долговой нагрузки. Но в целом снижение составило порядка 30%, если мы сравниваем с прошлым годом. Помимо подпределительских кредитов возвращается спрос и на автокредитование. Здесь ставки меньше, ведь ЭТО является залоговым имуществом для банка. Способствовала этому и принятая программа автокредитования с господдержкой, где часть процентов за платильщиков вносит государство. Однако по большей части речь идет о Центральной России. Во Владивостоке машин, которые подходят под программу, не так много. Вернее, брать отечественные сборки авто у нас не хотят. В первом квартале, в принципе, сам рынок пострадал. Люди значительно снизили свой спрос в целом на автомобили. Как за счет личных средств, так и за счет автокредитов. Но при этом следует отметить, что в ноябре и декабре был мощный подъем и были, наверное, рекордные продажи в сравнении со всем прошлым годом. Это было по всей стране. У себя в банке мы во всех регионах без исключения наблюдали огромный всплеск продаж именно автомобилей как в кредит, так и за счет наличных средств. На сегодня, если сравнивать продажи текущего года с продажами прошлого года, в целом продажи снизились на 36%. И, безусловно, повторяюсь, программа с господдержкой послужила толчком. И мы видим это по приему заявок и по уже выданным кредитам. Мы видим увеличение спроса людей на данные кредиты. Банковские служащие уверяют, сейчас, чтобы взять кредит, проблем нет. Если есть желание, займ обязательно выдадут. И заверяют, проценты по программам будут снижаться и дальше, если ключевая ставка Центробанка не будет расти. Как будет развиваться ситуация, покажет время. Это была программа «Экономический сектор» и я, ведущая, Катерина Матвеева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok